Господа, многие из нас не уверены в теории какого-то там Дарвина, но ведь знать, что первее курица или яйцо все равно хочется. Поэтому некоторые утверждают, что причиной всему Бог. Кто-то верит в инопланетян, а кто-то в большой взрыв. Ну, а мы сегодня просто посмотрим на наглядный пример эволюции. Вот представьте, что вы родились рыбкой в мангровых джунглях. Кислорода там не хватает, кругом гниль и тотальная конкуренция. От такого можно не только схватить депрессию, но и залезть на дерево. Даже если вы рыба, встречайте илистого прыгуна. Род лучеперых рыб населяют эти милахи, мангровые леса и солоноватые воды тропических побережьей, за исключением нового света. Некоторые виды живут в реках и прудах. Только вот элистых прыгунов никто не предупредил, что на суше ни разу не проще, чем в воде. Ведь для рыб поверхность, как для нас, например, открытый космос. Воздух здесь практически не пригоден для дыхания. Температура скачет, как сумасшедшая, а бессердечная гравитация вдавливает вас в землю. Что же делать 12-сантиметровой рыбке, у нее не было никаких шансов изобрести скафандр. Так что пришлось приспосабливаться с помощью собственного тела. Чтобы не склеить ласты от недостатка кислорода, прыгуны разработали сразу три независимые системы дыхания, их тонкая и влажная кожа легко пропускает воздух, позволяя наслаждаться кислородом и в воде, и на суше. Большая ротовая полость всегда хранит в себе запас водички, предназначенный для постоянного увлажнения жабр. А в кишечнике есть особые участки, впитывающие кислород из проглоченного воздуха, когда две другие системы не справляются со своими задачами. Однако для конкуренции с наземными животинками одного дыхания недостаточно, нужно еще и активно передвигаться по поверхности. Наземной рыбе пришлось провести над этой задачей сотни миллионов часов, но результат того стоил. Их мускулистые и оборудованные присосками плавники позволяют залезать даже на деревья. Утолщенные грудные плавники напоминают руки и используются как опора для передвижения, а во время прилива даже для влезания на дерево. А мощный хвост придает ускорение. На нем прыгун может упрыгать аж на полметра вперед и вверх. Правильно, зачем отращивать себе ноги, если и хвост прекрасно справляется. Как итог такого эволюционного апгрейда, получается, что вне водоемов рыба проводит до 90% своего времени. Даже норы, в которых они живут, оборудованы специальными воздушными карманами. Так как вода в их сферах обитания, как правило, очень небогата кислородом, и листые прыгуны приносят в пещеру пузыри воздуха во рту, чтобы создать там резервный запас. Прыгуны настолько приспособились к нашей среде, что уже не могут без нее обходиться. Пищу они тоже добывают во время отлива. Вот вам яркий пример того, как наши предки выходили из воды. Кстати, в мире илистых прыгунов раскрытая пасть означает крайнюю степень агрессии и готовность прогнать обидчика со своей территории. А еще илистые прыгуны не имеют век, зато обладают специальными полостями, в которых можно увлажнить свои глаза. Но все вышеперечисленное эволюционно совершенно бесполезно, если так и не научиться размножаться. К счастью, илистые прыгуны справились и с этой проблемой. Когда наступает пора любви, все самцы в едином порыве скачут на своих хвостах, что есть сил. Награда самому высоко прыгающему внимания илистых самочек со всего района. А вообще, получается, самки стимулируют приспособление к сухопутному образу жизни, выбирая самых приспособленных к суше самцов. Мужчины же илистых прыгунов очень территориальны и устраивают разборки в любой непонятной ситуации. И девушки в этом случае — отличный повод для драки. Оплодотворение, кстати, у них тоже не совсем рыбье. У елистых прыгунов оно внутреннее, как и у настоящих наземных животных. После того, как самец сделал свое дело, самочка откладывает оплодотворенную икру к нему в нору и удаляется в освояси, переложив весь груз родительских обязанностей на отца. А уютная норка с запасом кислорода — это надежное укрытие для юных прыгунов, не способных пока что за себя постоять. Кстати, также поступают гигантские саламандры. Ролик о них вы сможете найти в плейлисте «Животные Европы и Азии». Жаберное дыхание и плавники свидетельствуют о том, что несмотря на земноводный образ жизни, и листые прыгуны всё-таки пока что являются рыбами. Основными же естественными врагами и листых прыгунов являются помимо хищных рыб, цапли и водные змеи. В искусственных же условиях они доживают в среднем до 3 лет. А как Вы думаете, наши предки также выходили из воды или, может быть, прилетели из космоса? Пишите в комментах. Также обращаю Ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С Вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова